В Театре «Балтийский дом» прошла юбилейная 40-я выставка «Семинар по недвижимости для населения. Жилищный проект», которая снова собрала аншлаг. На конференции, которая открыла мероприятие, профессионалы обсудили, как развивался рынок недвижимости, строительство и жилищного кредитования. Кроме этого, жилищный проект уже по традиции посетили представители городской власти. Это просто грандиозные события. Я лично не ожидал такого спроса. И меня это очень сильно порадовало. Потому что на этой площадке каждый, кто хочет улучшить свои жилищные условия, может почерпнуть максимум информации и реализовать свои планы. Декабрьская выставка «Семинар» ознаменовалась несколькими нововведениями. Впервые в рамках мероприятия прошли мастер-классы для профессионалов и семинар для населения с территориальной тематикой. Когда мы проводили жилищный конгресс в октябре этого года, был невероятный интерес к мастер-классам. Поэтому мы, собственно, запустили эти мероприятия в рамках жилищного проекта сейчас. Также мы запустили новый цикл семинаров. Семинаров по территориям. Первым стал Приморский район. Это очень удобно для горожан, потому что они хотят видеть не только будущий дом, но и его окружение, социальную и транспортную инфраструктуру. Участники жилищного проекта отметили, что с каждым разом выставка-семинар пользуется все большим спросом среди горожан. Мероприятие помогает повысить грамотность населения в жилищном вопросе. Петербуржцы могут получить подробную и полезную информацию о рынке недвижимости на стендах компаний-участников, а также советы профессионалов на различных тематических семинарах. Замечательно ведется большая разъяснительная работа среди населения и повышение идет грамотности их. То есть они все-таки больше понимают, что им надо делать. Потому что вопрос с недвижимостью, он не такой простой, чтобы сразу переходить к его решению, сразу раз как за молоком пошел. Нужно все взвесить. И я знаю, что многие люди не один жилищный проект посещают, два, три, несколько месяцев ходят, а потом они уже делают осознанный выбор и уже идут куда-то и понимают уже, что им делать. Поэтому в плане повышения грамотности населения совершенно бесценный результат. Стоит отметить, что благодаря огромной популярности среди населения организаторы решили расширить формат и помимо ежемесячных мероприятий дважды в год проводить жилищный проект в Ледовом дворце. Там 18 и 19 февраля 2012 года с 11 до 19 часов и пройдет следующая выставка-семинар. Татьяна Козырева, Роман Рожков, Дмитрий Маклаков и Всеволод Амелин.